Наталья Мухуртова красоту не видит, но зато тонко чувствует. Девушка-инвалид по зрению с детства, но это не мешает ей активно жить, реализовывать себя как женщина-профессионал и исполнять мечты, причем не только свои. В конкурсе красоты участие никогда еще не принимала. Мне почему-то всегда казалось, я думала об этом, почему среди людей, среди девушек с ограниченными возможностями нет конкурса красоты. Я бы в нем с удовольствием участвовала. И вдруг, пожалуйста, присылает мне положение. И мне что понравилось, что я теперь знаю, мы познакомились друг с другом, они теперь знают, какие трудности у меня, как у инвалида по зрению. Я теперь знаю, какие трудности у девочек, которые на колясках. Я буду пить за дачу, а знаешь, королева не плачет никогда. Сияние Самары – это первый в истории города инклюзивный конкурс красоты. В финал прошли 10 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья. У каждой свои особенности. Задача состязания – доказать, что внешний лоск – ничто без красоты внутренней. Это первый конкурс в Самаре, но это уникальный конкурс по всей России. В нашей России такого конкурса нет, где происходит взаимодействие девочек на колясках с девочками, просто имеющими инвалидность. Это единственный на данный момент конкурс и в нашей Самаре. Надежда Панина – идейный вдохновитель конкурса. Для нее участие в таких состязаниях уже дело привычное. Она частый гость на федеральных событиях. Однако с каждой такой теплой встречей открывает в себе что-то новое, а в душе вспыхивает яркий огонек. Надежда решила поделиться этим теплом, светом и любовью с девушками из Самары и выступила с инициативой организовать инклюзивный конкурс красоты в городе на Средней Волге. Идея сразу же нашла отклик. Первыми конкурс поддержали в администрации Самары. Позже нашлись и коммерческие партнеры. Все вместе подарили конкурсанткам праздник красоты и добра. Несколько месяцев для девушек проводили лекции и мастер-классы по красоте, ораторскому искусству, физической подготовке, питанию и не только. По итогам конкурса проигравших нет. Каждая женщина – королева со своими ни на кого не похожими особенностями. Мария Левина, Максим Гусев, События.